Продолжение следует... ...провести мастер-класс о том, что такое журналистика и как журналисты работают с интернетом. Для этой цели я вам предлагаю послушать очень забавное разоблачение, если можно так сказать, или такой аудиорассказ, подготовленный блестящим журналистом Анатолием Шарьем. Мастер-класс от Матвея Гонопольского. Раньше он был в России, но теперь, слава богу, Украина его заполучила. И теперь этот суровый профессионал в прямом эфире на радиовесте рассказывает о том, как сборная России по хоккею предъявляет канадцам. Представляете что? Что канадцы играли в бандеровской форме, и из-за этого сборная России проиграла. Давайте послушаем. Еще одна смешная тема, но такая уже прямой имеющая отношение к жизни, это страшный проигрыш российской сборной, сборной канады. В общем, короче говоря, ты знаешь, что они проиграли, а потом был грандиозный скандал, они ушли во время исполнения гимна. Самое интересное, что в российских средствах массовой информации надо как-то оправдать, почему они проиграли. Ты же понимаешь, что российские хоккеисты не могут проиграть. И тем более не могут проиграть там со счетом каким? 6-1? 6-1, да. 6-1. Короче говоря, вот свежее объяснение сегодня утром, сегодня утром, ну вчера вечером, сегодня утром. Федерация хоккея России обвинила в проигрыше канадцам бандеровцев. Слушайте, ну хоть тут-то бандеровцы что-то серьезное сделали. Читаю цитату. Организаторы турнира и соперники не могли не знать, что цвета, в которых вышла на лед сборная Канады, крайне негативно влияют на российских спортсменов. Именно этим объясняется шок первых секунд, когда российская команда пропустила первый гол, говорится в заявлении Федерации хоккея России. А канадцы играли в черно-красном, конечно же, да? Канадцы играли в черно-красном. Вот их форма. Понятно, что их заставила играть в этой форме украинская диаспора. Естественно. Канада сама по себе, у которой красный, насколько я помню, есть даже одним из цветов флага национального, ну они не могли сами додуматься до красного с черным. Нет. Нет, я хочу тебе сказать, что, знаешь, червоный то любовь, а черный то журба. Вот они обратили внимание на черный, и получилось, что черный то журба. Понимаешь, черный то журба. И знаешь, вот, Павлик, я думаю, господи боже мой, до чего же может опуститься страна? Ну а дальше, зацепившись за эту тему, можно очень долго разговаривать о Путине, о России, о россиянах вообще, ги-ги. Ну правда, второе место в чемпионате мира – это хорошо. Серебряные медали в чемпионате мира – это высокий результат. Вместо этого размазали этот высокий результат. Россия поставлена в такое положение, что она не может проиграть. То есть накачка патриотизмом, вот этим вонючим, до такой степени… Так уже, что в Штатах победили до того, уже все, уже триумф был. Значит, триумф должен был быть до конца, всех побеждать. А если нет, то виноват Обама. Здесь, знаешь, что поражает? Что виноват всегда Ярош, Украина, правый сектор, бандеровцы и Обама в крайнем случае. Потому что понятно, что это проплаченная Обамой провокация. Естественно, да. И понимаешь, люди не ощущают никакого стыда. Я вот думаю, интересно, Украина дойдет до такого состояния или нет? Она сейчас все больше нет, потому что… Она сейчас сама ирония была всегда. Да, стоит зацепить эту тему, ее можно развивать часами. Матвей Гонопольский это знает. И про Россию, и про россиян очень долго, долго, долго нужно было до конца передачи разговаривать. Но там произошли рекламные всевозможные блоки, включения. И вот начали люди звонить и писать в студию. А представляете, с каким вопросом? С вопросом о том, что Матвей, это же вообще-то вброс от января про бандеровскую форму. О чем ты, Матвей? Он передал вброс сайта Украины сегодня. Главное, я хочу ответить сейчас трем радиослушателям. Алексею, Анатолию и еще кому-то, главный смысл которого такой. Вы всегда читаете новости не с официальных сайтов, а соцсетей? Вы дату заявления по поводу хоккеистов, ну вот эту, что помешала бандеровская форма, да? Вы видели, похоже, нет, дата стоит 7 ноября 2015. 7 января. 7 января. Дорогие, дорогие друзья, вы немножко нас недооцениваете. В общем-то, начинается мастер-класс. Будьте готовы, Матвей сейчас расскажет, как журналисты работают с интернет-новостями. Дело в том, что я вам сейчас скажу два слова, как мы работаем и как журналисты работают с интернетом. Если вы сейчас, вот тут человек пишет, пытался найти первоисточник, нашел ссылки с января, потом следующий пишет, зашел на официальный сайт федерации, да не будет этого заявления на сайте федерации, потому что реальность интернета совсем другая. А вот что было за 20 минут до этого. За 20 минут до этого тот же самый Матвей Гонопольский зачитывал заявление федерации хоккея России, ну, как вроде бы он читает с сайта федерации хоккея России. Федерация хоккея России обвинила в проигрыше канадцам бандеровцев. Есть принцип, как работает журналист с интернетскими заявлениями. Вот если мы видим, что заявление разошлось, например, больше пяти-шести источников, и в течение суток, подчеркиваю, суток, неважно какая стоит дата под этим заявлением, это не имеет никакого значения. Официально на сайте федерации или какой-то другой организации нет опровержения, значит, они считают, что опровержение давать нельзя, потому что кто-то это сказал. Внимательно говорит, сутки, если через сутки нет опровержения, то бла-бла-бла. Матвей, за 20 минут до этого ты сам сказал, когда появилось данное заявление. Короче говоря, вот свежее объяснение сегодня утром. Сегодня утром. Ну, вчера вечером, сегодня утром. А что, прошли сутки уже с сегодняшнего утра, да, Матвей? Понимаете, интернет это такая штука, где есть автор, после этого при первом репосте автор исчезает, после этого меняют дату, после этого меняют то, меняют это. Что? Что? А должно появиться опровержение. Мы этого не заявляли. Тогда автор этой новости либо даст запись, либо будет посрамлен. Вот этот вот эфир напомнил мне следующее. Сидят два парня под подъездом и обсуждают некую Настю. И говорят, ты знаешь, что Настя спала с Ваней? Автор говорит, да, это Настя, она вообще слаба напередок. Да кто не знает эту Настю? Настя, да они слухи такие ходят. Такие слухи, я сам лично знаю. Да, знаю, и Ваня мне говорил, и все, все, все. А потом выясняется, что Настя с других правил, и Настя с Ваней не спала. Тогда вот эти вот двое, два козлика, сидящих перед подъездом, приходят к общему мнению. Слушай, ну Настя же не сделала опровержение тому, что она спала с Ваней. Значит, она все-таки спала. То есть Настя должна выйти на балкон с растяжкой. Я не трапалась с Ваней. В подъезде вывесить заявление, объявление, дать на радио тоже заявление. Ну, вполне возможно, что так и надо. А послезавтра Петя скажет, что он спал с Настей. И Настя опять должна будет войти и делать очередное заявление. Вы знаете, я не спала с Петей. Логично. Следуя вот этим вот выводам профессионального журналиста Матвея Гонопольского, а я склоняюсь перед его профессионализмом и прислушиваюсь к его мнению, профессиональному мнению, вот я со своей стороны могу сделать заявление. Матвей Гонопольский ходит в женском белье. Это процитировал уже более пяти тысяч. И если он в течение суток в эфире программы «Вести» не опровергнет это заявление, то он, значит, отходит в женском белье. А если опровергнен, значит, я буду посрамлен. Но это не помешает мне через день сделать следующее заявление о том, что Матвей Гонопольский, к примеру, кушает земляных червей. И он должен будет сделать опровержение. Если он не сделает, значит, он таки кушает земляных червей. Вы меня поняли, да? В общем, профессионализм, как всегда, рулит. И я думаю, что пора уже книгу писать. Новые правила украинской журналистики. Вот так вот Анатолий Шарий, вежливо говоря, показал, что Матвей Гонопольский – редкая вружка. Ну, мы ожидаем заявление, да, теперь, в ближайшее время? Уже более суток прошло. Прошло? Да, так что теперь уже... А ты не обращал внимания, что в сети всюду появилось, что Матвей Гонопольский ходит в женском белье? И фотографии. Ну, естественно, фотоколлаж, где Матвей Гонопольский в женском белье. А я сначала никак не мог понять, знаешь, что вдруг Матвей Гонопольский в женском белье. А потом увидел большое количество фото-жап и стало ясно. А ну, не, ну, значит, ну, 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 ну. Теперь, как я понимаю, следующее будет про земляных червей. Ну, конечно, Моти уникальный человек, да? То есть это называется заврался и не знал, как свернуть. Молодец, молодец, вообще потрясающий человек. Ну, ржачка. Притом ведь на полном серьезе, это когда слушаешь, да, как он рассказывает про хоккейную сборную, да, чтобы у тебя не было сомнений, вот, пожалуйста, одна из фото-жап, потому что Матвей Гонопольский ходит в женском белье. Их много очень. Фотофакты написано. Фотофакты? Ну, конечно, написано фотофакт. Фотография Матвей Гонопольского. Фотография, да, мы же не говорим, что это фотокалаш, мы же не знаем, а проезжения не было. Шарик же уже когда разместил это, не знаю, а проезжения же нет. Не надо вообще опрометить фотографии. А главное, самая идея замечательная, Матвей Гонопольского, что если пять источников, то все. Ну, например, какой-нибудь Яшин пишет какую-нибудь чушь откровенную, да? Пятеро его, значит, граждан, включая секретарши и прочих, это у себя цитируют, и это уже становится от этого правдой. Конечно. Мало этого, что это еще не факт, что кто-то увидит, но все равно это уже стало правдой. Вас еще что-то не устраивает, Владимир Владимирович. Много чего не устраивает. Вот уровень шизофрении не устраивает. Да, слушайте, ну вот это сильно, это очень сильно. Притом видно, что сам Гонопольский хоккей не видел, потому что первую шайбу мы пропустили не на первых секундах совсем, а в конце первого тайма. Ну, это вообще уже какие-то мелочи. Это уже мелочи никому не нужные, никому не интересные. Но после этого понимаешь, что происходит в украинских СМИ. То есть уровень шизофрении просто четко и ясно понимаешь. Ну, и, конечно, после этого уже ничему не удивляешься. Ну, в общем-то, да. Вы про Монголию-то слышали недавно, правда? Что опять случилось? Что и там? Источники вызывают некоторые сомнения. Я специально проверила вчера, потому что поверить в это было очень трудно. Ну, там РЕН-ТВ и еще какие-то каналы сообщали о том, что Рада приняла законопроект о геноциде украинцев в XIII веке со стороны Монгол. Ну, это ржачка, но это не может быть. Агентства никакие не дают, конечно, но это смешно. Нет, ну, это прекрати, это, конечно, это уже совсем. Но там есть нюанс один. Они же назначили руководителем комиссии исторического наследия Великого Бебика, основателя теории Великих Укров, которую мы многократно цитировали о том, что Геродот отец украинской истории. Ну, весь этот набор глупостей про Великих Укров, Великая Укропуническая война. Ну, то есть там много было всего. То есть Беби, конечно, мог что-нибудь такого рода сказануть, но к этому, я думаю, что никто не относится серьезно. У меня было вчера очень спешно, я специально пришла домой, посмотрела. Все-таки есть, да? Нет, ну, я не знаю. И, наверное, все-таки это не может быть правдой. Интересная реакция монгольского кукурултая. Я слышал, что монгольский кукурултая сказал. Сказал, что мы до сегодняшнего момента не знали ничего о некой украинской нации, но если вдруг у вас существуют претензии к хану Батыю, то мы готовы их рассмотреть, но в том случае, если вы предоставите нам списки пострадавших и членов их семей. Ну, я думаю, что это, конечно, все вместе. Это уже степ такой откровенный. То есть я сильно сомневаюсь в вероятности, в правдивости этого события. То есть, конечно, это уже издевательство. 5-5-3-3-3-вести. Как вам понравилось? Ну, то есть я даже могу сказать, что это разоблачение, которое сделал Анатолий Шарий. На языке таких детей это называется расчехлил. Вот просто по полной программе, конечно. Да, молодец. Мотик, конечно, выглядел редким дураком. Ну, вот совсем, да, вот просто дурак-дурак. Даже никаких вежливых слов не надо искать. Вот просто дурачок. Мне нравится, вот каким тоном это все высказывалось. Да, да, очень. Вот решил объяснить, как все должны. Но с другой стороны, человек, который ходит... Очень долго, долго, долго нужно было до конца передачи разговаривать, но там произошли рекламные всевозможные блоки, включения. И вот начали люди звонить и писать в студию. А представляете, с каким вопросом? С вопросом о том, что Матвей, это же вообще-то вброс от января про Бендеровскую форму. О чем ты, Матвей? Передал вброс сайта Украины сегодня. Но главное, я хочу ответить сейчас трем радиослушателям. Алексею, Анатолию и еще кому-то, главный смысл которого такой. Вы всегда читаете новости не с официальных сайтов о соцсетях? Вы дату заявления по поводу хоккеистов, ну вот эту, что помешала Бендеровская форма, да? Вы видели, похоже, нет, дата стоит 7 ноября 2015. 7 января. 7 января. Дорогие друзья, вы немножко нас недооцениваете. В общем-то, начинается мастер-класс. Будьте готовы, Матвейчик расскажет, как журналисты работают с интернет-новостями. Дело в том, что я вам сейчас скажу два слова, как мы работаем и как журналисты работают с интернетом. Если вы сейчас, вот тут человек пишет, пытался найти первоисточник, нашел ссылки с января, потом следующий пишет, зашел на официальный сайт Федерации, да не будет этого заявления на сайте Федерации, потому что реальность интернета совсем другая. А вот что было за 20 минут до этого. За 20 минут до этого тот же самый Матвей Гонопольский зачитывал заявление Федерации хоккея России, ну, как вроде бы он читает с сайта Федерации хоккея России. Федерация хоккея России обвинила в проигрыше канадцам бандеровцев. Есть принцип, как работает журналист с интернетскими заявлениями. Вот если мы видим, что заявление разошлось, например, больше пяти-шести источников, и в течение суток, подчеркиваю, суток, неважно какая стоит дата под этим заявлением, это не имеет никакого значения. Официально на сайте Федерации или какой-то другой организации нет опровержения, значит, они считают, что опровержение давать нельзя, потому что кто-то это сказал. Российских спортсменов. Именно этим объясняется шок первых секунд, когда российская команда пропустила первый гол, говорится в заявлении Федерации хоккея России. А канадцы играли в черно-красном, конечно же, да? Канадцы играли в черно-красном. Вот их форма. Да. Понятно, что их заставила играть в этой форме украинская диаспора. Естественно. Канадца сама по себе, у которой красный, насколько я помню, есть даже одним из цветов флага национального, ну, они не могли сами додуматься до красного с черным. Нет. Я хочу тебе сказать, что, знаешь... Вот знаете, червоный то любовь, а черный то журба. Вот они обратили внимание на черный, и получилось, что черный то журба. Понимаешь, черный то журба. И знаешь, вот, Павлик, я думаю, господи боже мой, до чего же может опуститься страна? Ну, а дальше, зацепившись за эту тему, можно очень долго разговаривать о Путине, о России, о россиянах вообще. Ги-ги. Ну, правда, второе место в чемпионате мира – это хорошо. Серебряные медали в чемпионате мира – это высокий результат. Вместо этого размазали этот высокий результат. Россия поставлена в такое положение, что она не может проиграть. То есть накачка патриотизмом вот этим вонючим до такой степени... или до того, уже все, уже триумф был. Значит, триумф должен был быть до конца, всех побеждать. А если нет, то виноват Обама. Здесь знаешь, что поражает? Что виноват всегда Ярош, Украина, правый сектор, бандеровцы и Обама в крайнем случае. Потому что понятно, что это проплаченная Обамой провокация. Естественно, да. И понимаешь, люди не ощущают никакого стыда. Я вот думаю, интересно, Украина дойдет до такого состояния или нет? Она сейчас все больше... Нет, потому что... Она сейчас сама ирония была всегда. Да, стоит зацепить эту тему, ее можно развивать часами. Матвей Гонопольский это знает. И про Россию, и про Россию. Оно очень внимательно говорит сутки. Если через сутки нет опровержения, то бла-бла-бла, Матвей. За 20 минут до этого ты сам сказал, когда появилось данное заявление. Короче говоря, вот свежее объяснение сегодня утром. Сегодня утром. Или, ну, вчера вечером, сегодня утром. А что, прошли сутки уже с сегодняшнего утра, да, Матвей? Понимаете, интернет это такая штука, где есть автор. После этого при первом репосте автор исчезает. После этого меняют дату. После этого меняют дату, меняют это. Что? А должно появиться опровержение. Мы этого не заявляли. Тогда автор этой новости либо даст запись, либо будет посрамлен. Вот этот вот эфир напомнил мне следующее. Сидят два парня под подъездом и обсуждают некую Настю. Говорят, ты знаешь, что Настя спала с Ваней? Автор говорит, да, это Настя, она вообще слаба напередок. Да кто не знает эту Настю? Настя, да, не слухи такие ходят. Такие слухи, я сам лично знаю. Да, знаю, и Ваня мне говорил, и все, все, все. А потом выясняется, что Настя с других правил. И Настя с Ваней не спала. Тогда вот эти вот двое, два козлика, сидящих перед подъездом, приходят к общему мнению. Слушай, ну Настя же не сделала опровержение тому, что она спала с Ваней. Значит, она все-таки спала. То есть Настя должна выйти на балкон с растяжкой. Я не трапалась с Ваней. В подъезде вывесить заявление, объявление, дать на радио тоже заявление. Ну, вполне возможно, что так и надо. А послезавтра Петя скажет, что он спал с Настей. И Настя опять должна будет войти и делать очередное заявление. Вы знаете, я не спала с Петей. Логично. Следуя вот этим вот выводам профессионального журналиста Матвея Гонопольского, а я склоняюсь перед его профессионализмом и прислушиваюсь к его мнению, профессиональному мнению, вот я со своей стороны могу сделать заявление. Матвей Гонопольский ходит в женском белье. Это процитировал уже более пяти тысяч. И если он в течение суток в эфире программы «Вести» не опровергнет это заявление, то он, значит, отходит в женском белье. А если опровергнен, значит, я буду посрамлен. Но это не помешает мне через день сделать следующее заявление о том, что Матвей Гонопольский, к примеру, кушает земляных червей. И он должен будет сделать опровержение. Если он не сделает, значит, он так и кушает земляных червей. Вы меня поняли, да? В общем, профессионализм, как всегда, рулит. И я думаю, что пора уже книгу писать. Новые правила украинской журналистики. Вот так вот Анатолий Шарий, вежливо говоря, показал, что Матвей Гонопольский – редкая вружка. Ну, мы ожидаем заявление, да, теперь, в ближайшее время. Уже более суток прошло. Прошло? Да, так что теперь уже... А ты не обращал внимания, что в сети всюду появилось, что Матвей Гонопольский ходит в женском белье. И фотографии. Ну, естественно, фотоколлаж, где Матвей Гонопольский в женском белье. А я сначала никак не мог понять, знаешь, что вдруг Матвей Гонопольский в женском белье. А потом увидел большое количество фото-жап, и стало ясно, а ну не, ну, значит, ну, 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 ну. Теперь, как я понимаю, следующее будет про земляных червей. Ну, конечно, Моти уникальный человек, да? То есть, это называется, заврался и не знал, как свернуть. Молодец, молодец, вообще, потрясающий человек. Ну, ржачка. Притом ведь на полном серьезе, это когда слушаешь, да, как он рассказывает про хоккейную сборную, да, чтобы у тебя не было сомнений, вот, пожалуйста, одна из фото-жап, потому что Матвей Гонопольский ходит в женском белье, да. Их много очень. Фотофакты написано. Фотофакты? Ну, конечно, написано фотофакт. Это фотография Матвей Гонопольского. Фотография, да, мы же не говорим, что это фотокалаш, мы же не знаем, и проезжения его не было. Шарик же уже когда разместил это, не знаю, а проезжения же нет. Не надо вообще опрометчивать фотографии. А главное, самая идея замечательная, Матвей Гонопольского, что если пять источников, то все. Ну, например, какой-нибудь Яшин пишет какую-нибудь чушь откровенную, да? Пятеро его, значит, граждан, включая секретарши и прочих, это у себя цитируют, и это уже становится от этого правдой. Конечно. Мало этого, что это еще не факт, что кто-то увидит, но все равно это уже стало правдой. Вас еще что-то не устраивает, Владимир Владимирович. Много чего не устраивает. Вот уровень шизофрении не устраивает. Да, слушайте, ну вот это сильно, это очень сильно. Притом видно, что сам Гонопольский хоккей не видел, потому что первую шайбу мы пропустили не на первых секундах совсем, а в конце первого тайма. Ну, это вообще уже какие-то мелочи. Это уже мелочи никому не нужные, никому не интересные. Но после этого понимаешь, что происходит в украинских СМИ. То есть уровень шизофрении, просто вот четко и ясно понимаешь. Ну, и, конечно, после этого уже ничего не... Сколько интересного всего происходит. Здравствуйте. Здорово, Борис. Ну, сначала я хочу, наконец, чтобы ты себя ощущал настоящим профессионалом, как я. Вот ты же не знаешь правила журналистики? Нет, куда мне? И я не знаю правила журналистики. Я очень благодарен Матвею Гонопольскому, что, наконец, он решил уделить время и провести мастер-класс о том, что такое журналистика и как журналисты работают с интернетом. Для этой цели я вам предлагаю послушать очень забавное разоблачение, если можно так сказать, или такой аудиорассказ, подготовленный блестящим журналистом Анатолием Шарьем. Мастер-класс от Матвея Гонопольского. Раньше он был в России, но теперь, слава Богу, Украина его заполучила. И теперь этот суровый профессионал в прямом эфире на радиовесте рассказывает о том, как сборная России по хоккею предъявляет канадцам, представляете что? Что канадцы играли в бандеровской форме. И из-за этого сборная России проиграла. Давайте послушаем. Еще одна смешная тема, но такая уже прямой имеющая отношение к жизни, это страшный проигрыш российской сборной, сборной канады. В общем, короче говоря, ты знаешь, что они проиграли, а потом был грандиозный скандал, они ушли во время исполнения гимна. Самое интересное, что в российских средствах массовой информации надо как-то оправдать, почему они проиграли. Ты же понимаешь, что российские хоккеисты не могут проиграть. И тем более не могут проиграть там со счетом каким? 6-1? 6-1, да. 6-1. Короче говоря, вот свежее объяснение сегодня утром. Сегодня утром. Ну, вчера вечером, сегодня утром. Федерация хоккея России обвинила в проигрыше канадцам бандеровцев. Слушайте, ну хоть тут-то бандеровцы что-то серьезное сделали. Читаю цитату. Организаторы турнира и соперники не могли не знать, что цвета, в которых вышла на лед сборная Канады, крайне негативно влияют на...